Привет, мои лапоньки! Меня зовут Татьяна Андреева. В предыдущем выпуске я загадала загадку. Как поймать тигра в клетку? И правильный ответ. Никак тигра в клетку не бывает есть, только в полоску. Сейчас мы узнаем двух победителей. Ими стали Лиза Кис и Супер Адриан. Как и обещала, передаю вам привет. Ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. Теперь следующая загадка. Что не поместится даже в самой большой кастрюле? Оставляйте свои ответы в комментариях. Двух победителей определит программа. Они получат персональный привет от меня в следующем выпуске и сигны от меня. В этом выпуске я покажу вам несложный в исполнении новогодний элемент декора комнаты. Ведь Новый год уже совсем близко. Многие из нас начали активную подготовку к нему. Украшают свой дом, ставят елочки. Кстати, я не исключение. Сделаем такой дымоход с зимними веточками. Он здорово украсит рабочий стол или тумбочку и подарит чудесное волшебное зимнее настроение. Как раз то, что нужно в преддверии любимого праздника. В этом видео я спрятала две такие пасхалки. Два самых внимательных зрителя, нашедших их, получат сигны от меня. Победитель определит программу. Свои ответы оставляйте в комментариях. Всего несколько простых шагов и уютный новогодний декор готов. Приступим. Шаг первый. Из картона подготовим прямоугольник. Размер моей заготовки 40 на 12 сантиметров. Складываю прямоугольник в такую коробочку, где стороны имеют ширину 10 сантиметров. И фиксирую заготовку клеем или скотчем. Шаг второй. Приклеиваем к коробочке подходящего размера дно. Если у вас есть готовая коробочка, например, от сока, можете использовать ее. Значит, все эти шаги можно пропустить. Шаг три. Белой бумагой обклеиваю получившуюся коробочку со всех сторон. Шаг четвертый. Покрываю всю поверхность коробочки серой краской. Я смешала черную и белую краску, так как серого цвета у меня нет. После того, как вся поверхность коробочки окрашена, даем ей просохнуть. Шаг пятый. Картон закрашиваю красным кирпичным оттенком. Если у вас есть готовый красный картон, используйте его. Даем краскам просохнуть. Шаг шестой. Теперь нарезаем картон на маленькие кирпичики размером 2,5 на 4 сантиметра. Седьмой шаг. Любым доступным клеем приклеиваем кирпичики к поверхности коробочки, имитируя кирпичную кладку дымохода. Я обклеила коробочку кирпичиками со всех сторон. Шаг восьмой. Из белой бумаги или фетра вырезаем имитацию шапки снега и приклеиваем вдоль линии верха коробочки. Пусть наш дымоход будет заснеженным. И дополняем имитацию снега ватой или синтепоном. Девятый шаг. Веточки дерева тонируем белой краской. Так они будут смотреться, будто в снегу или инее. И последний, десятый шаг. Вставляю белые веточки в дымоход и украшаем их шариками. Кстати, вместо белых веточек можно поместить в дымоход ветки елочки. Можно живой. И тоже украсить шариками. Все, новогодний элемент декора комнаты готов. Вот так легко и без особых затрат можно обычную коробку превратить в зимнюю уютную красоту. Перейдем к пасхалкам с предыдущего видео. Одну пасхалку я поместила здесь на моменте минута 40. И кому же из вас посчастливилось стать победителем? Это Ангелина Лисовская. Вторая пасхалка была спрятана тут на моменте 3.56. Жду победителя. Полина Ко. Поздравляю победителей. Ваш сигнал опубликован на моей группе ВКонтакте. Также хочу выразить особую благодарность за добрый комментарий Кису Маркису. И передать тебе привет. Спасибо за твою поддержку. Твоя сигна есть в моей группе ВКонтакте. И да, автор лучшего комментария этого выпуска тоже получит сигну и привет. Следи за выходом моих новых видео на моей странице в Инстаграм. Спасибо вам за ваше творчество и фото ваших работ, выполненных по моим мастер-классам. Вы такие умнички. И если ты тоже хочешь поделиться своей работой по моим DIY, загружай свои фото в моей группе ВКонтакте в альбом Ваши работы. Я с удовольствием покажу их в одном из следующих выпусков. Твое творчество увидят десятки тысяч зрителей. Спасибо за просмотр. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся. До новых выпусков и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok